Мы должны с точки зрения Торы Хорошо, чтобы так с пиететом относиться Торе Это очень приятно Тогда надо с помощью Торы разбираться И мы знаем, что в начале, в первой главе книги Берешит Уже сказано, как наказание Адаму за то, что натворил Ганедане С этим змеем, с плодом дерева и так далее Сказано ему Базиата Пеха Тухали Ты в поте своего лица будешь есть хлеб Не входя в детали этой глубочайшей фразы Скажем просто Достижения этой жизни, в этой жизни, они трудны Талмуд выделяет, как особо трудные Это такое достижение, как достижение Торы Как обустройство жизни в Эра Цесаре, земле Израиля Это изначально только трудность Изучение Торы только трудность И так далее, и так далее Так что трудность – это часть жизни И нужно заранее это понимать Кроме того, нужно понимать, что желания человека Не покрываются неким карт-бланшем, неким чеком С открытым без имени и с открытой суммой Любую сумму вставь, имя поставь Все, что ты хочешь, с неба тебе дает Это не так совершенно Нет никакого противоречия Человек старается, вот как вы А я это похвально могу сказать Хорошо стараться, хорошо мечтать Хорошо трудиться, искать какие-то пути Все, что вы делаете, хорошо Хорошо, но совершенно не очевидно Что Всевышний должен вам решить эти проблемы Я не сказал, что он должен не решить Но не очевидно, что он должен решить А отсюда следует, что нет проблемы никакой В том смысле, что ничего вопрошать не надо Как вы пишете, неужели там не осуждено Но вы не знаете, что обсуждено Ну, могу так сказать, вас успокоит Никто не знает, что ему суждено В том числе и вы Вы не знаете, что он суждено Может быть, какой-то проект у вас пойдет хорошо И вы будете тогда поставлен перед другими испытаниями Если испытания очень серьезные Это количество денег У тебя 100 тысяч долларов, это тяжело У тебя будет миллион долларов В чем-то будет еще тяжелее И так далее Поэтому испытания все время перед человеком И когда он не зарабатывает И когда он зарабатывает Но они разные, конечно Как теперь подходить ко всему этому? Общая формула Это обратиться к Всевышнему В мыслях и словах С такими словами, что Что ты решишь В мой адрес То я приму с благодарностью И все Это правильный подход Но есть лучший подход Это, я повторяю, был правильный подход Но есть еще лучше Это мысленно обращаться Со Всевышним С просьбами Не часто Только очень Стратегически Крупные вещи Не маленькие, конечно С просьбой Там Открыть дорогу В это направление Открыть дорогу В этом Но обязательно В это же время Когда ты обращаешься С молитвой С просьбой К Всевышнему В этом же Вместе В одной пакетной сделке Как говорится Сказать, что И все, что ты решишь И любое решение Я приму с благодарностью Или как Наеврите Пулярно сейчас говорит Багава Это с любовью Я приму это все Абсолютно полностью Вот у меня есть просьба Типа вашего, например Открой мне дорогу К такому К такому К такому И у меня хорошие планы И прочее Но если ты этого не сделаешь Я приму полностью И не буду ни в обиде Ни в огорчении Ни в каких-то тяжелых мыслях В отношении небес И в отношении других людей И так далее Тогда решается эта проблема И к Всевышнему Ты обращаешься И просишь О чем-то стратегическом Это не детские Маленькие просьбы Чтобы найти на дороге Конфетку Серьезное что это Но Всегда должно быть заложено И все, что ты решишь И сделаешь Я приму заранее То есть моя просьба Это не просьба Такого рода Что я этого хочу А если нет Ты меня бросил Забросил И соответственно Я буду в обиде на тебя Я тебя брошу Прах на наши уста Такую мысль сказать Нет Я все приму С радостью И это же логично Потому что никто не знает Что ему важно Например Это тяжело звучит Но подумайте сами Человек зарабатывает К примеру В каждой стране Эти деньги другие И одни и те же суммы Они по-разному звучат Но возьмем просто так 500 долларов в месяц Во многих цивилизованных странах Это очень маленькая сумма Невозможно прожить Есть страны Бедные В которых 500 долларов в месяц Не плохо Но не в этом дело А в том Что ты зарабатываешь мало Это безусловно Трудно Но еще неизвестно Может быть Всевышний Защищает тебя От больших заработков Потому что ты не будешь знать Как ими распоряжаться И я не имею ввиду Алкоголизм Наркотики Или глупости Хотя это тоже безусловно Больше денег Больше возможностей Больше потенциал Для глупости Но я не имею ввиду Ты не будешь пользоваться этим глупым Но возможно Ты будешь неблагодарен Возможно Получая вот такие вот Доходы Уже такие средние Выше средние Ты возомнишь Своих достижениях Возможно Ты не распорядишься С этим правильно Может быть Ты мечтал О том Чтобы давать ЗДОКу Пилантропическую помощь Пока у тебя не было денег А когда они возникли Их жалко давать Что же я буду делиться Я с таким трудом зарабатываю Эти Скажем же Красивую цикл Пять тысяч долларов в месяц Неплохо В большинстве стран Мир это неплохо Так зачем Пусть другие бездельники Почему должен кому-то Что-то давать Какие-то проекты Помогать им Они хотят Распространять знания Тора Почему я им должен давать Хоть Одну копейку Пусть распространяет Меня это не касается Я с трудом зарабатываю Свои деньги Никому ничего не хочу давать Поэтому Пока у него не было денег У него были розовые мечты Как он будет помогать людям А когда у него стали деньги Реальные Эти реальные деньги Он не отдает Более того Может он даже что-то отдает Пять тысяч долларов в месяц Он зарабатывает А дает на помощь Десять долларов в месяц Каждый месяц Десять долларов Неплохо звучит Но он же пять тысяч зарабатывает Это значит Он На круг скажем Не вникает в детали Пятьсот долларов в месяц Должен давать На сдаку Пятьсот долларов У него такая огромная Деньги Почему он должен это давать И это значит Он будет наказан за это Потому что надо их давать И это значит Пока у него нет Этих пяти тысяч долларов У него нет этого наказания А придут пять тысяч Вместе с этим наказанием И еще неизвестно Когда Всевышний помогает Когда он тебе не дает Или когда он тебе дает И конечно Никто из нас Никогда не должен Проповедовать нищету Или желать Чтобы кто-то Не получал доходы Это не наша дорога Не в этом дело Я просто хотел показать Насколько мир Скажем так Интересный И стандартный Хочу похвалить вас При этом Что вы От субботы к субботе Ждете субботу Изучаете Тору По субботам Это хорошо Это уже награда Это очень правильно И что вы хотите Помогать потом И проекты развивать И продвигать И Всевышний Пришлет вам что-то Если вы будете действовать Как вы говорили А если не пришлет Значит он Считает Что это не надо И не надо Вставать позицию В которой вы встали Мне суждено Быть обычным человеком И ходить на нелюбимую работу Это не так Прежде всего Быть обычным человеком Вполне хорошо Это не суждено Быть обычным Это уже В этой фразе Корень Очень плохого Вы не обижайтесь Это корень Самодовольства Хвостовства Самомнения А почему вам Не быть обычным человеком Почему например Я могу чувствовать себя Обычным человеком А вы не хотите Быть обычным человеком Я Я признаю Что я очень Много усилий Десятки лет Десятки лет Прилагаю к тому Чтобы ощущать себя Самым обычным человеком Это трудно Но я прилагаю усилия Все время Вот видите Вслух говорю Я считаю себя Обычным человеком Так что ничего плохого В обычном человеке нет Насчет нелюбимой работы Или любимой работы Это тоже Надо Здравый смысл задействовать И может быть Не заниматься Нелюбимой работой Заниматься Любимой работой И может понимать Что Тора И благотворительность И добрые дела И серьезная жизнь Это важно Или это самое важное Может быть Тогда Приоритет не меняется Жизнь меняется И тогда Ты будешь Обычным человеком С красивой жизнью Может быть Надо стараться Не с легкой жизнью Это никого не бывает А с Какой-то достойной жизнью Вот на этом Давайте закончим Я думаю Что все уже Понятно Более-менее Спасибо за Серьезный вопрос Надеюсь Как-то вам Смог ответить До свидания